Особое мнение на 101 ТФ Андрей Николаевич, есть для вас вопрос от Сергея Медведева Сергей отталкивается от всем уже известной ситуации вокруг бывшего главы Департамента культуры Кировской области Павла Церцева что в отношении него возбуждено уголовное дело Так вот, Сергей спрашивает, считаете ли вы, что привлечение предпринимателей для работы в правительстве Кировской области целесообразно? Однозначно считается целесообразно, потому что предпринимательство это тот опыт и тот шаг в хозяйственной деятельности, который необходим практически каждому руководителю того или другого подразделения в том числе и в правительстве Кировской области Другое дело, что со своими бизнес-делами нужно завязывать, когда приходишь, начинаешь учебывать Нет, для этого есть закон, который нужно выполнять поэтому считаю, что однозначно целесообразно без опыта хозяйственной работы что-то предлагать очень сложно А это самый лучший вариант, когда человек в бизнесе приходит? Нет, не зависит от должности, если там социальные вопросы, понятно, что лучше бы он либо до этого в школе работал, либо в больнице, чтобы он понимал, какими процессами он будет руководить поэтому без практики правительству делать нечего Хорошо, это ответ Андрея Вавилова, полномоченного по защите прав предпринимателей Кировской области У нас сегодня несколько тем, и все они, безусловно, связаны с бизнесом Хотел бы я начать с послания губернатора Никиты Белых, Зак Собрания Кировской области Послание было озвучено в среду, 24 июня И ведь большинство тех слов, которые говорил в рамках этого послания губернатор как раз было связано с экономическим положением в нашем регионе и с положением бизнеса, теми инициативами, которые, собственно, будут реализованы в отношении предпринимателей Вы, безусловно, присутствовали на послании Конечно, я присутствовал, например, послания В целом, как оцениваете то, что говорил по вашей части губернатора? Очень, ну, на самом деле, много было экономических каких-то вещей, которые необходимо и уже начатое необходимо продолжать поэтому мне всяких там обсуждений, не обсуждений считаю, что есть что делать и есть чем делать и как делать Ну, вот буквально зачитывая выдержку из послания Проведя всестороннее обсуждение мер государственной поддержки с бизнес-сообществом, правительство Кировской области видит приоритетной целью создания благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории нашего региона конечным результатом, который станет обеспечением экономического роста Важным аспектом становится работа в сфере налогового стимулирования По части налогов было очень много тоже сказано и введение налоговых каникул, и дифференциация налогов как это все воспринимаете? На самом деле, уже давно обсуждается введение налоговых каникул для предпринимателей прорабатывается и гораздо шире спектр применений, чем в других регионах у нас планируется в области дать налоговые каникулы предпринимательской при стартапе Планируется, что этот закон заработает с 1 января следующего года и эти налоговые каникулы продлятся до конца 2020 года Да, то есть это целых пять лет считаю, что за это время это примерно тот же срок, в котором мы, условно, в 90-х начинали свой бизнес и практически налогового времени какого-то просто, может оно и было, но контролёров было меньше и тогда было гораздо проще бизнес начинать поэтому вот как раз этот шаг может дать главное, чтобы предприниматели воспользовались а мы им, если они захотят этого, подсказали, как это сделать Но там речь идёт не о всех предпринимателях всё-таки определённая сфера деятельности, да? Это очень социально ориентированность бизнеса Да, социальные, научные вещи какие-то то есть производство в общем-то больше уходит в сторону производства Вот Вы, общаясь сейчас с бизнес-сообществом как-то слышите уже от людей, что да, в общем-то Ну, по крайней мере, мы не слышим, что завтра все всего больше чего опасаются, что все думают, что завтра какой-то умный предприниматель побежит перерегистрироваться с целью оптимизации налогообложения но таких мы возрастов сегодня точно не слышим и практика других регионов показала, что такого какого-то замеченного шквала перерегистрации точно нет Ну, надо напомнить, что в некоторых регионах с начала этого года уже работают Ну, у кого-то с начала, дело в том, что законы, по которым улучшают положение предпринимательства можно вводить и в течение года это ухудшается только с начала финансового года поэтому у кого-то в начале угла, у кого-то с какого-то определенного у кого-то, ты знаешь, что там в Пензе, по-моему, с 20-го, чуть ли не февраля то есть по-разному было введено то, как подготовился, так и ввел поэтому, чем быстрее, не обязательно ждать начала года я вообще сторонник того, чтобы быстрее его приняли как только АЗС у нас про счета второго чтения там или третьим или как там положено, уже можно можно вводить уже вот еще какая деятельность проводится по словам губернатора правительством нашего региона разработан законопроект предусматривающий введение с 1 января 16-го, опять-таки на территории области дополнительной дифференциации размера годового дохода в зависимости от места введения предпринимательской деятельности с учетом численности проживающего населения то есть, чем меньше человек проживает в муниципальном образовании тем ниже потенциально возможный к получению индивидуальными предпринимателями доход и тем дешевле будет стоимость патента да, поясните о чем я думаю то есть, естественно, в сельском местности то есть, меньше доход может быть от того же вида деятельности в каких-то районах, естественно, в городе Кира эта дифференциация как раз подразумевает что патент стоимость патента будет ниже ну, мы несколько раз обсуждали опять же, есть маленькая проблема что, опять же, звучат звуки о том, что вот предприниматель зарегистрировался в сельском местности а будет работать в городе ну, я думаю, что но ведь это вполне реально вполне реально но, опять же, зависит от сознательности предпринимателя насколько он готов жертвовать своим реноме если скроется, что вот он так поступал то есть, это все предмет кредитная история там, вот такие вещи это все предмет для для, в общем-то, для желания для тех предпринимателей, которые не думают, что будет завтра рано или поздно все тайно становится явным и поэтому я думаю, что те предприниматели, которые пожелают остаться хорошим предпринимателем в нормальном понимании то они не будут пользоваться вот такими легкими методами ухода от налога но тут, в первую очередь, идет речь все-таки о среднем и малом, да? предпринимательстве это вообще микро патенты у нас на патентной системе это совершенно мало это предприниматели, по-моему, до принанятых до 15 человек до конца не буду брать но, тем не менее, это самое малое предпринимательство, которое есть в области а вообще, в послании губернатора что касается экономической ситуации, да, и бизнеса вы что-то новое услышали? или все то, о чем он говорил, это обсуждалось и ранее в том числе и с вашим участием? ну, во-первых, это обобщение было того, что сделано новое, что связано с предпринимателем мы, конечно же, прежде чем у нас все что водится мы же все обсуждаем, поэтому нового не слышал единственное, я в голосе губернатора слышал определенный оптимизм это внушает то, что он сказал, что доведет до конца вы верите? ну, мы вместе я не то, что вместе я не претендую на вместе но я тоже точно так же на своем месте тружусь и выполняю как один элемент поддержки предпринимательства свою работу стараясь ее делать хорошо если найдется, кто будет лучше делать, пожалуйста, приходите много глава региона говорил о том на что смогут рассчитывать, уже могут рассчитывать сельхозпроизводители этому действительно уделяется большое ну, в бюджете в бюджете всегда закладываются большие деньги на поддержку сельхоз товаропроизводителей и, по-моему, ни разу еще практически не урезали это направление ну и в этом в этом тоже послание было, что все будет продолжаться оно достаточно или недостаточно, на ваш взгляд? да я думаю денег никогда недостаточно поэтому достаточно недостаточно я думаю не обсуждение сама мотивация должна быть денег так много никогда не бывает поэтому вот она, наверное соизмеримость нашими возможностями все-таки но у нас при этом желающих-то заниматься сельским хозяйством достаточно? или все-таки нет? люди как-то стараются найти более что-то легкий способ заработка я думаю что предприниматели еще не сделали правильный выбор все-таки и сельское хозяйство все-таки мне кажется моим убеждением это все-таки семейный такой бизнес именно фермерский который может процветать когда ты надеешься на себя на свою семью на своих детей максимум родственников потому что очень сложно нанять людей которые бы долго трудились в сельском хозяйстве цикл цикличность целый год если в торговле купил продал это может быть месяц в зависимости от оборачиваемости капитала оборачиваемости товара то для сельского хозяйства целый год максимум два раза в год если зимы сеют еще что-то не чаще по крайней мере оборачиваемость денег не очень быстро тут только люди которые действительно любят свою землю любят то место где наверное возможно больше родились что они не уедут в город по силу это наверное только семьям где много детей поэтому ну понятно что техника должна быть какая-то там каждую весну у нас программа фиксации цен по моему для по нефти ну по бензину по солятке по ГСМ да какие-то меры есть думаю что еще не пришло время глубоко полюбить сельскохозяйство везде а что касается переработки сырья которые производят люди работающие на земле ну эта сфера насколько быстро должна у нас развиваться я думаю что она не совсем высокоэффективна понятно что не надо рассматривать молоко мясо но то что у нас зерно на фураж или все на что-то выращивается комбикорма там пока много вещей конечно привозных из-за предела региона но там наверное все таки есть место для работы промпарков в Вятских полянах Солбодино Игроград так вот он дал поручение заключающиеся в том что в следующем году полностью функционировать эти объекты уже должны начать в следующем году насколько это реально ну опять же я меня уже как-то на эту тему спрашивали но все зависит от активности предпринимателей которые бы желали там работать построить инфраструктуру это одно создать условия не завершать аренную плату я надеюсь что она достаточно низкая но предпринимательство еще должно понять что это за благо и им воспользоваться поэтому все зависит от предпринимателей которые придут в эти промпартии правительство сейчас уже мало что зависит так тут предприниматель должен прийти с той идеей которая бы там прижила но в своей работе вы беседуете с такими с потенциальными но часто приходится общаться не инвестор не инвестор когда предприниматель там связских полян беспокоит еще что то беспокоит обращаются они практически там все там знают но немного жажду туда прийти потому что все таки предпринимателей тот кто хочет частично своей независимости придешь в промпарк и думают что что то потом случится что это как то объясняешь что такое не должно быть не знаю насколько это эффективно буквально тоже несколько дней назад появилась новость о том что Кировская область получит 155 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства почти 60 миллионов пойдет на поддержку малого предпринимательства в моногородах 35 рублей на программу технической модернизации малых производственных компаний 35 миллионов рублей программа льготного лизинга 5 миллионов на грантовую поддержку 3 миллиона на развитие молодежного предпринимательства насколько значима эта федеральная поддержка может любая поддержка всегда значима дает стимул и на местах дальше дальше тоже что то какие то средства там же всегда есть софинансирование поэтому любая федеральная поддержка она имеет мультипликационные эффекты сама по себе сумма конечно не очень большая но тем не менее допустим в областном фонде уже денег под миллиард там то что там на лизинге еще что то да это каждый год я присутствую в ряде комиссий когда эти деньги распределяются и каждый год мы совершенствуем систему распределения и уже последние годы там сказать есть балловая система когда именно социально значимые предприятия больше производственной сферы до них то есть раньше это как-то не так нами отслеживалось то сейчас конечно больше поддержки производителей производственного сектора вот такие критерии да при определении да то есть сейчас балловая система сколько людей сколько налогов отчисляется в бюджете естественно какие перспективы там какие то ну если расширение производства идет то сейчас оценивается и взвешено подходит к распределению денег поэтому то что они эффективны помогают эффективным развивающихся предприятиям это точно что касается обратной связи я тоже хотел спросить как сами это оценивают получать следы поддержки но для них как это воздух да если денег никто никогда не отказывался ну ждут конечно если кто то не попадает туда конечно переживают ну что делать конкурс есть конкурс так хорошо идем дальше я напомню что это особое мнение андрея вавилова уголомоченного по защите прав предпринимателей в кировской области я хотел бы сейчас вспомнить постановление правительства по которому с 16 мая на территории региона запрещается розничная продажа крепкого слабого алкоголя в том числе пива в заведениях площадью менее 50 квадратных метров ну там есть еще такие ограничения как если в помещении менее 8 столов и 32 посадочных мест прокуратура да сказала свое слово по этому поводу выяснилось что подобного рода ограничения вовсе не правительство региональное должно вводить а как раз таки это должно приниматься на уровне законодательного собрания кировской области и на последнем точнее не на последнем а вот в последнее время соответствующий законопроект исполняющим обязанности главного прокурора кировской области Акатьевым был внесен да я в курсе да как сейчас ситуация развивается ну я если не знаю по моему даже в бизнес новостях 26 мая форум подведения итогов форума предметов нарядки выступил все таки все таки выступил с тем что данное постановление принято немножко скоропозительно то есть оно в конце апреля было принято до 16 мая введено вступило в силу да то есть предприниматели не успели подготовиться к изменению там вот своего качественного состава или количественного то есть там по человечеству нельзя человеку уволить за две людей то есть людей не разбрасывают все поэтому мы было много обращений предпринимателей я провел с ними прием мы проанализируем всю эту ситуацию и написали служебную записку на губернатора целью все таки предусмотреть какой то промежуточный период при котором предприниматели могут изменить структуру бизнеса могут подготовиться к данной мере надеюсь что предпринимаем так губернатор нас услышат и все таки хотя бы будет временной лаг на изменения работы вот этих предприятий подождите мера то уже действует она действует что произошло в связи с видением этой меры с теми предпринимателями которые не подпадают под законно послушные предприниматели должны были отказаться от этого вида деятельности и сколько таких у нас законно послушных по моей оценке это 200-300 предпринимателей 200-300 предприятий скорее с количеством 500-700 человек на территории Кировской области это минимальная оценка которую мне после обращения удовольствия вы имеете ввиду общая масса да общее количество предприятий тире предпринимателей которые попадают под действие этого закона самое интересное что предпринимателям никто не говорит что там плохо ли сделали хорошо ли сделали то есть поможет это там искоренение алкоголизма не поможет предприниматели говорят о том что надо было нас предупредить хотя бы за какое-то время но не за такое не за две недели мы бы конечно понимаем что правительство такими методами что хотят достичь мы все понимаем но для нас как для предпринимателей это стало неожиданностью и я с себя с уполномоченным я губернатору ответил что я не снимаю там так сказать ответственность за то что мы должным образом не известили предпринимателей но я об этом законе тоже узнал только в середине апреля то есть там майские праздники и так далее извещать сильно не получалось не получилось но тем не менее значит есть все таки предпосылки того что мы обсуждали этот СФАС с антимонопольной службы обсуждали с прокуратурой то что как сказать мы не были инициаторами там то что появится новый закон мы не за то что кто его принимает а мы за то чтобы его принимали хотя бы там со срочками 180 дней на какой-то период когда предприниматель может подготовиться и там откорректировать свои бизнес-процессы Андрей Николаевич все таки вы сказали по закону они естественно не могут сейчас но в реальности то что в реальности якобы есть установка их пока не сильно наказывают но не трогайте я не хотел бы на эту полемику рассуждать если закон есть его надо выполнять поэтому я же говорю что если предприниматель закона послушан то он не должен продавать вот при тех условиях которые не попадают да смотрим есть те кто в срочном порядке начал увеличивать площадь этого заведения дополнительные столы есть конечно есть есть такие предприниматели которые пытаются адаптироваться к тем правилам которые там стали пристроить площадь расширять то есть как-то доводить то помещение в котором они до требований соответствующий закон постановление я напомню что особое мнение Андрея Вавилова уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и продолжим И сегодня это особое мнение Андрея Вавилова, уполномоченного по защите правопредпринимателей в Кировской области. Меня зовут Владимир Сметалин. Продолжаем очередная новость, к которой бизнес-сообщество очень настороженно отнеслось. С 1 января 2016 года должен появиться новый налог для владельцев административно-деловых и торговых центров. 2% размер этого налога от кадастровой стоимости объекта. Речь идет о тех объектах, площадь у которых более 1000 квадратных метров. Давайте еще раз напомним, поясним ситуацию, насколько это тревожно. Данный налог уже, по-моему, введен в Москве и работает. Это все в рамках налогового законодательства, да? В рамках налогового законодательства. То есть все-таки государство решило, что товарищи местные власти начинают уже больше собирать на территориях, на своих налоги. И как вы их собираете на своих территориях, так и мы вам будем помогать с федерацией. И один из мониторинга, как будет введен этот налог дополнительный, планируется, что его платить будут владельцы торговых центров с торговой площадью от 1000 квадратных метров. При правительстве Кировской области создана рабочая группа, в которую я вхожу. Входит много-много представителей общественной организации, в том числе торгово-промышленной палаты Андрея Усенко, Азиз Олегович Агайев входит. Депутаты законодательного собрания. Возглавляет ее глава департамента собственности, завеститель губернатора. Алексей Борисович? Нет. Ну хорошо, хорошо, несутся. Нам важны решения. Да, то есть идет большое обсуждение. Последняя рабочая группа пришла к тому, что все-таки давайте уже делать будем проект закона, в котором, в общем-то, все предложения, все будем учитывать. Мы, как предприниматели, наставим на то, что налог был дифференцирован, и введение его в 2016 году не изменило в среднем уплату тех налогов, того налога, который был раньше. То есть, так как там привязана кадастровая стоимость, и очень много будет вопросов у каждого бизнесмена или предприятия именно по исчислению этого налога, то вот за следующий год планируется, чтобы, ну по крайней мере мы так планируем, пойдет ли, значит, депутат об основе законодательного собрания на вот такую схему, так сказать. То есть мы предлагаем ввести там 0,7-0,9% и каждый год повышать на 0,3% или на сколько-то, и там, к 18-19 году выйти, значит, на эти 2,2%, которые планируются. Но при этом, значит, за эти годы, за первый-второй год люди должны привести в соответствие и кадастровую стоимость, потому что уже оценщики уже ждут, чтобы переоценкой заниматься. Но это для них доход. Ну да, естественно, для них это доход. И на сегодняшний день очень много было до введения этого налога, там, каких-то, ну, казусов с кадастровой оценкой. Поэтому мы надеемся, что за этот год предпринимательство, во-первых, поймет, как его рассчитывать, поймет, как прийти к настоящему налогу, а не который там получился какой-то там эфемер. Ну и, безусловно, вы в этом будете помогать, участвовать, подсказывать. Если мы разработаем какую-то, собственно, какая-то появится, значит, практика именно изменения кадастровой стоимости, тогда мы можем говорить о том, что уже... В крайней мере, что-то не было такого, что там, особенно много обсуждается потребка операций, у которой в районах в разы просто увеличится аренда... Сумма налога. Да, сумма налога, и они, как бы, в районах и так там вот... Ну, почему-то вот я тоже иногда бываю раз, две, два, три, два раза, где-то три года за лета в одной из, там, санчурских деревень, которые, значит, там, кроме потребка операций, другого предпринимательства не присутствуют. То есть... И при этом площадь больше тысячи? Ну, там она, конечно, не больше тысячи. Тем не менее, как бы, ведь потребка операций, по моим понятиям, за счет центра, она датирует окраинный магазин, на то она и потребка операций. Если центр начнет больше платить налогов, то дотаций в муниципальные, в маленькие магазины, как бы, будет. То есть там же общий котловой метод, как бы, все равно доходности, вот она существует именно вот за счет ситки. То есть вы, простите, ведете к тому, что какие-то льготы в отношении системы потребкой операции надо бы предусмотреть? Ну, пока проговариваются. Пока проговариваются, в каком-то виде, в виде отдельного закона по льготам будет, либо в этом же законе, это вопрос открытый, но явно вот, что вот это направление, так сказать, бизнеса, не бизнеса, надо обязательно поддержать, чтобы магазины эти не закрыты. Хорошо, идем дальше. Я хотел бы перейти к разговору о еще одном таком спорном объекте, я имею в виду ярмарку на Комсомольской. Как известно, о судьбе этого объекта уже много лет ведутся всевозможные разговоры. И вот в этом году, в апреле, представители городской администрации озвучили планы касаемо ярмарки. Первоначально говорилось о том, что где-то к середине лета, к середине июля ярмарка будет ликвидирована, там будет организована автомобильная стоянка. И по последним данным, городская администрация уже ищет подрядчиков на эти работы, и вот к концу лета ярмарка исчезнет. Ну, многие прекрасно знают, и вы об этом уже говорили в нашем эфире, о том, что владельцы ярмарки, да, хозяева, обращались и к вам с просьбой разобраться, помочь. У вас какие-то есть данные, исследования, расследования, и, собственно, ваша позиция по этому поводу? Да, они обратились, и, естественно, там, с Сидейниковым и Александром много мы рассуждали на эту тему. История такова, что где-то там некоторое время назад еще были у них годовые разрешения, а сейчас они перешли на полугодовые разрешения. Вот то, что выдано в начале этого года, сказали, что это последний раз и на последние шесть месяцев. То есть, обвинять там администрацию в том, что она не предупреждала, что это не навсегда, как бы не получается. То есть, они подготовились, и все-таки позиция города на Комсомольском привокзальной площади должна быть что-то другое, не то, что там происходит. Можно много на эту тему разговаривать. Помните, когда у нас все-таки вопрос центрального рынка до сих пор открыт. Те форматы торговли, которые сегодня присутствуют, когда на веревке висят какие-то вещи, конечно бы, он уже должен уйти в прошлое. Поэтому самое-то главное для меня, как бы, понимание, что, то есть, приниматель хочет, он этого не хочет слышать. Я считаю, что он уже должен перестроиться. Он должен научиться новым видам торговли, которые более современные. Ну, не будем опять Европу там примерять, да, под себя, но точно там такой торговли нет. Понятно, что рынки существуют, там, в Венеции существует, там, рыбный рынок, который никто никогда не закроет, но ведь там это совершенно другая культура. Это просто другая культура. Такие рынки были в Польше в начале, там, 80-х, 90-х, когда мы там бывали все. Там же этого тоже уже давно нет. Поэтому, уважаемые предприниматели, все-таки формат, формат такой торговли, который на, при вокзале, на Комсомольской площади, он все-таки ушел в прошлое. Хотим мы этого, не хотим. Тяжело вам от меня это слышать, но тяжело. Надо перестраиваться. У нас в Кирове существует, там, от самых больших, там, торговых центров, такие, как, ну, Джиммол, не знаю, там, метро, да, самых маленьких, типа, Ротонда или Лабиринт, скорее, которая сейчас в эпоху кризиса, будут испытывать недостаток арендаторов. И, наверное, когда по городу едем, сдается, сдается, сдается. Да. Многие торговые центры до сих пор строятся, там, от, науглу Ларовского и Ленина, не знаю, как он будет называться, допустим, там, дальше МИКС у нас там недавно строится. ЦУМ у нас реконструируется, Дом молодежи, по-моему, реконструируется или сдается. Бизнес, крупный бизнес наращивает торговые площади. И сейчас самое время, наверное, с ними как-то договориться. Я думаю, что они пойдут на какие-то уступки тем, кто захочет перейти в другие торговые центры. Самое время. Потому что рынок, рынок, конечно, сузился. И можно диктовать цены и переходить куда-то под цивилизованное, так сказать, торговое. Если Вы пожелаете, мы готовы с Вами встречаться, мы готовы организовать современную школу торговли, может, с привлечением каких-то специалистов крупных торговых центров. Какие бы форматы торговли сейчас были бы совместны, интересны и Вам, и покупателям, что еще не мало. Ну, покупателям, само собой. Поэтому, если Вам нужна какая-то помощь, мы готовы провести круглый стол среди тех торговых центров, которые готовы предоставлять себе площади. Единственное, что Вы должны понимать, что формат все-таки в торговых центрах, он другой. Он просто другой, он более современен, он более крупномасштабен. То есть, там, допустим, 2 на 3 метра, маловероятно, что кто-то предоставит такое место. Я не знаю, наверное, есть такие, но... Но, может быть, придется Вам объединяться друг с другом. Может быть, еще что-то. Но давайте будем, если Вы пожелаете вместе учиться, более современно торговать и дальше продолжать работу. Ярмарка на Косомольске, это предприятие «Авиткорос», да, если не ошибаюсь? Да, мы недавно поднимали эту тему. 200 рабочих мест, по данным руководителей. Достаточно высокая проходимость этого объекта. А также всем предпринимателям я бы всей области хотел сообщить, что вот сегодня, наконец-то, мы запустили проект, значит, во всех МФЦ Кировской области есть учебные классы. Но в этих учебных классах дистанционно мы готовы принимать предпринимателей. Сегодня у нас был первый дистанционный прием, поэтому предприниматели из области... Вам уже можно не ездить в областной центр. Мы готовы с Вами общаться напрямую через скайп. Его можно, либо мы через вот, через «Эхо Москвы» публиком на сайте, он называется адрес в скайпе «Агусменбис43». Поэтому обращайтесь, будем помогать каждому. И любой вопрос не останется без него. Так, почему именно формат МФЦ выбран? МФЦ, потому что там есть учебный класс, там есть интернет, есть договоренность с руководством, с Кузнецовым как раз и Алексеем Борисовичем. Там все согласовано, то есть выделено время бесконечное, то есть и в тех районах, где есть уже мой представитель полномочного, он с Вами вместе будет, как сказать, свою проблему вы будете излагать. Это как будет делаться? Будет назначаться определенный день, определенное время? Пока это по мере запросов будет, как их будет, запросов в районах много, тогда составим там уже график непосредственно, а так пока есть договоренность, что по мере поступления, лишь бы там это не мешало в течение дня.